Налоговая реформа Я надеюсь, что администрирование все-таки пройдет в этом году. Надеюсь, что мы сможем до 1 января очистить систему налогообложения, если не от всех, то от большинства проблем, которые сегодня существуют. В первую очередь с НДС. Еще в 2015 году существовало два варианта налоговой реформы. Один законопроект предложил профильный комитет Верховной Рады, его назвали «Проект Южаниной». Другой предложило Министерство финансов, «Проект Яреська». Законопроект Минфина насчитывал почти 600 страниц. Ни за одну из двух редакций не проголосовали в парламенте, поскольку они не устраивали ни законодателей, ни предпринимателей. Исходя из прошлого опыта, были сделаны выводы. И к работе над новым документом профильное министерство привлекло депутатов, экспертов и предпринимателей. Это антикоррупционный проект, который касается администрирования. Он исключительно чистит и НДС, и прибыль. Он на самом деле делает прозрачной систему администрирования на общей системе налогообложения. Это будет и легче, и дешевле, и безопаснее для бизнеса. Проект уже одобрен в первом чтении парламентом. Сейчас вносят некоторые изменения по второму чтению. По мнению эксперта Михаила Соколова, на примере правительственного законопроекта мы на самом деле видим, как в государстве меняется система разработки и принятия решений. Мы имеем в виду то, что к общей работе над документами привлекают как чиновников, так и законодателей с предпринимателями и экспертами. Если мы обеспечим правильную технологию разработки и принятия решений, тогда мы будем иметь более качественное законодательство, тогда мы будем иметь более прорывные реформы. Налоговая реформа – это не только сокращение налогов, а и изменение отношений между государством и налогоплательщиками. Для этого можно изменить только принципы сбора, структуру налогового давления, даже не меняя общие суммы поступлений, считает эксперт группы «Налоговая реформа» Владимир Дубровский. Идея реформы состоит в том, чтобы у нас вся налоговая система работала так, как сейчас работает упрощенная система. То есть, чтобы плательщик, который ничего такого особенного не делает, не делает каких-то особенно рискованных операций, он своего налогового инспектора не знал, ему все равно было, кто он их начальник налоговой. Он просто платил по закону, ему это было относительно просто рассчитать, что он должен заплатить его обязательства, и не имел проблем с вот этими договорняками, соответственно, чтобы его нельзя было надавить. Следующим ключевым направлением изменений является внедрение Национальным советом реформ в 2017 году налога на выведенный капитал. Такие нововведения будут более простыми в администрировании и будут стимулировать приток инвестиций в страну. Тот же налог на выведенный капитал, это действительно передний край, да, там, две страны в мире его ввели, и если Украина станет третьей, если Украина станет не просто третьей, а той, которая, учтя опыт, там, например, той же Эстонии и Грузии, сделает еще более совершенную модель, то мы будем первой страной, страной, в которой самое лучшее в этой части законодательство. В представленном Министерством финансов законопроекте в дальнейшем остается упрощенная система налогоблажения для малого и среднего бизнеса, уточняют чиновники. Хотя некоторые специалисты уверены, что такая схема позволит большим игрокам на рынке скрывать свои доходы и уклоняться от уплаты налогов. Например, международные партнеры советуют Украине пересмотреть упрощенную систему налогообложения. Кроме этого, поступило предложение с 2017 года специальный режим налогообложения НДС для сельскохозяйственных предприятий отменить. НДС стал тем налогом, каким он должен быть. То есть налогом, который мы должны заплатить, ни больше, ни меньше, ровно этим. И чтобы не было возможности что-то там вымогать, что-то требовать, иметь какие-то коррупционные взаимоотношения. Возмещение НДС всегда оставалось наиболее коррупционным элементом в налоговой сфере государства. В новом законопроекте предложено создать единый реестр налогоплательщиков, а государственная фискальная служба должна публиковать всю информацию о заявках на возвращение средств с конкретно указанными сроками. Также законом предусмотрено ощутимое уменьшение реестров по представлению налоговых консультаций, которых сегодня слишком много, потому что они дублируют друг друга. У нас слишком много в стране есть проблем, которые являются эндогенными, которые не от нас зависят. Война, например. Ну не от нас зависит, когда она закончится. Там наследие, которое нам осталось, оно уже досталось. Значит, нам нужно придумывать какие-то другие инструменты, которые сделают нас конкурентоспособными в борьбе за капитал. И это значит, что, например, если мы реформируем нашу налоговую систему, то она должна быть лучшей в мире. Впереди членов правительства, парламентариев и экспертов ждет напряженная работа относительно снижения налоговой нагрузки на украинский бизнес, ликвидации коррупционной составляющей в части администрирования налогов, достижения налогового компромисса между государством и налогоплательщиками, а также проведения амнистии капиталов после реформирования налоговой системы.